Болотная площадь Но за год настроения москвичей и россиян не изменились. Наоборот, жажда свободы стала еще больше. И москвичи вернулись на Болотную, чтобы сказать «Мы хотим свободы». За несколько часов до начала митинга случилась трагедия. Когда монтировали сцену, в результате несчастного случая погиб рабочий сцены Максим Мелков. Проведение митинга оказалось под вопросом. Надо отдать должное мэрии и организаторам. Мероприятие решили все-таки проводить, дабы избежать еще более непредсказуемых последствий. И люди пришли. В будний день. В понедельник. Вечером. После работы. Вопреки прогнозам Кликуш. Будто бы все сдулось и протест накрылся медным тазом. Если 37-й год наш народ пережил и войну, и все, то что нам сейчас стоит ходить? И потом подумайте, хватит у него вот этот тюрем, когда он и так уже насажал? Или он будет тоже их расширять, как Сталин? Сталинским путем идем, товарищи? Нам бы не хотелось. Я выхожу просто потому, что не могу не выходить. Но для того, чтобы сохранить... Выхожу из чистого эгоизма, если хотите. Для того, чтобы сохранить самоуважение по отношению к себе. Чтобы мне не было потом стыдно смотреть на себя в свое отражение в зеркале. Вот, собственно, поэтому. Если бы все так делали, и все бы не теряли самоуважение к себе, тогда было бы здорово. Если в прошлом году у нас было всего несколько человек здесь, то по меньшей мере наша маленькая ячейка Дубинская увеличилась в два раза с тех пор. Я сама за решеткой побывала три года назад, тоже по сфабрикованному делу. И поэтому вот то, что сейчас находятся ребята по делу Болотной площади, и год был назад на Болотной площади. Ну, я думаю, что за их свободу нужно бороться, потому что на их месте, может быть, каждый из нас мог быть и сейчас, и может быть в будущем. Поэтому очень важно, когда люди объединяются в поддержку тех, которым сейчас намного труднее. Почему люди у нас выходят так редко и так мало за себя бьются? Знаете, каков демос, такая и кратия. Понимаете? Вот и все. Такой демос, такая и кратия. 18 часов 50 минут в Москве. Позади меня нескончаемая людская толпа. Люди все идут и идут очень плотной толпой. Похоже, сегодня будет очень много граждан на Болотной площади. Вибрация Кремля ощущалась посредством игры желваков-легионеров, которых нагнали чуть ли не с Марса. Эти квартирные очередники с промытыми мозгами контрастировали с лицами и душами тех, кто пришел, невзирая на кошмары и ужасы, транслируемые через уста начальников и экраны зомбоящиков. Самозванец испугался, и его верный пескоструй зажурчал о том, что хозяин извещен о митинге. Но протестующих это не волновало. Они хотели ответить на другой вопрос. Что нужно сделать для того, чтобы дрожащая от страха воровская лапа наконец отцепилась от горла великой страны? Не должны быть машины полные солдат, не должно быть армии здесь против, не должно быть поливальных машин такое количество, не должно быть таких страшных, такой опасности не должно быть. Невиновных на свободу, разведителей под суд! Невиновных на свободу, разведителей под суд! Здравствуйте, а что вы такое несете? Несем пилу. А что пилить собрали? Это лучший гаджет, чтобы пилить бюджет. Виктор Семенович, Дмитрий Быхев, Алексей Поберный, вот здесь за столиком продаются билеты. Путин не любит воду, ее распилить нельзя. Митинг на Болотной площади за свободу подходит к концу. Что бы ни делала власть для того, чтобы люди не пришли, или их пришло очень мало, власти это не удалось. Потому что россияне жаждут свободы. Они хотят освободиться, в первую очередь, от собственного страха. Они хотят, чтобы их дети жили в свободной стране. И это зависит только от них. Саша Сотник, Дмитрий Милехин, Политвестник ТВ. Прошу поднять руки! Кто за? КОНЕЦ! 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 Субтитры создавал DimaTorzok